Под Гомелем серьезные проблемы с водой. Сколько жалоб на повышение цен поступило за 4 дня. В России рассказали о первых итогах расследования подрыва Крымского моста. Всем привет, меня зовут Алексей Шкуров. Вы смотрите вечерний выпуск сильных новостей. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Погнали! Не постирать, не помыться. Унитазы черные. Посмотрите, какая вода у жителей Бобовичи. На видео женщина дает дельный совет, как чистить зубы, когда у тебя вода такого цвета. Мы устали, обращаться в водоканал. Говорят, потерпите, как терпилом посетовала женщина. Она добавила, что помимо бытовых проблем, которые мы видим на видео, есть и еще одна. Техника вся летит от такой воды. Котелу жалко. Не постирать, не помыться. Унитазы черные. Написала жительница Бобовичей. А вы сталкивались с подобными проблемами? В Ветковском районе два мужика разобрали автомобильный мост и сдали его на металлолом. В начале октября с конструкции через реку Бесить стали пропадать некоторые элементы, а именно металлические листы дорожного полотна. Милиционерам пришлось устроить засаду, чтобы поймать проказников. А они 7 октября и пришли с ломиками за очередной порцией халявного металла. Два 28-летних жителя Гомеля и Ветки рассказали, что сдавали листы на металлолом. Возбуждено уголовное дело по факту умышленного приведения в негодность путей сообщения. Задержанных проверяют на причастность к аналогичным преступлениям. Как экономить на детской одежде? Всем знакомые методы. Секонд-хенды, обмен одеждой, поиск самых бюджетных товаров. А как еще грамотно и осознанно расходовать свои деньги, чтобы ваши малыш или красотка оставались в тепле и на стиле? В новом выпуске авторского проекта «А так можно было» рассказываем неочевидные советы экономии на детской одежде. В этом ролике делиться полезными рекомендациями для вас будут эксперты, стилист и педиатр. Завтра, 13 октября в 21.00 на нашем YouTube-канале. А пока подпишитесь, чтобы не пропустить. Субтитры сделал DimaTorzok В комитете госконтроля рассказали, сколько жалоб на повышение цен поступило за 4 дня. В пресс-службе комитета госконтроля сообщили, что с жалобами по вопросам цен только на короткий номер 191 поступило 350 звонков. В том числе 120 сообщений принято сегодня. В ведомстве отметили, что поступают обращения повышения цен на услуги по ремонту автомобилей на СТО, увеличение стоимости ритуальных услуг, стоимости запчастей, лекарств, сантехники и пиломатериалов. Представитель КГК отметил, что вся собранная информация передана для проверки в областные комитеты госконтроля и органы финансовых расследований. Правительство Беларуси запретило магазинам торговать куриной разделкой собственного производства. Об этом говорится в постановлении Совмина 10 октября. Теперь белорусские магазины и торговые сети не имеют права продавать части тушек птицы, если они не были разделаны на мясоперерабатывающих, птицеводческих и сельскохозяйственных предприятиях. Март также поучаствовал в формировании цен на куриные запчасти. Согласно новым указаниям для торговых сетей, цена двух полутушек, передней и задней четвертей, не должна превышать стоимости самой тушки. А цена на куриную разделку на полке в магазине должна учитывать уже надбавку оптовика. О том, что белорусские депутаты в ближайшее время рассмотрят законопроект об амнистии, сообщил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко. Кто же попадет под амнистию? По мнению Андрейченко, главный критерий анализа всех предложений – это обеспечение национальной безопасности и порядка в стране. Напомним, во время посещения комплекса «Хатынь» 23 сентября Александр Лукашенко заявил, что по амнистии выйдут единицы политзаключенных. В ФСБ России отчитались о первых итогах расследования подрыва Крымского моста. Назвали куратора и маршрут 22-тонной бомбы. Да, это не ошибка. По информации российских спецслужб, арестовали пять граждан России и трои граждан Украины и Армении. В ФСБ уверены, что передвижение грузовика со взрывчаткой по территории России контролировал некий Иван Иванович. Мужчина, по их словам, использовал виртуальный анонимный номер, приобретенный в интернете, где не надо указывать паспортные данные. Впрочем, они уточнили, что Иван Иванович также воспользовался телефоном, зарегистрированным на гражданина Украины, Андрейчинга Сергея Владимировича, 1988 года рождения. Всего же в ФСБ насчитали 12 диверсантов, которые подорвали мост в Крыму. Главным организатором украинской спецоперации в ФСБ назвали главу военной разведки Украины Кирилла Буданова. Саму 22-тонную бомбу для подрыва Крымского моста спрятали в рулонах с упаковочной пленкой. Собрали ее в Одессе, откуда отправили в болгарский порт Руси. Затем морем она попала в Грузию в порт Поти, откуда 22 тонны взрывчатки отправили в Ереван. Там, утверждают в ФСБ, подменили документы и снова вернули бомбу в Грузию. После этого она попала в Россию и без проблем прошла растаможку. Также в ФСБ показали видео, как досматривался грузовик перед выездом на Крымский мост. Также автомобиль прошел и российский рентгеновский контроль. Ну и в конце немного релакса. Недавно в Гомеле, в женском бизнес-клубе «Афина» прошел практический тренинг по Инстаграм. Наши журналисты побывали на мероприятии и подготовили небольшой репортаж, как это было. Смотрите, как бизнес-леди нашего города развиваются и знакомятся друг с другом. Вовлекающие сторис, алгоритмы, стратегии и стори-тейлинг. В Гомеле, в клубе «Афина» прошел практический тренинг по Инстаграм. В одном месте собрались предприниматели, блогеры и эксперты, которые хотели прокачать свои знания в области продвижения себя в популярной социальной сети. Женскому бизнес-сообществу «Афина» три года. И в сентябре 22-го мы начали новый сезон. «Афина» — это место, где женщина-предприниматель может развивать себя не только как бизнес-леди, но и как маму, как личность, как жену. Мы проводим обучающие мероприятия, например, как сегодняшнее мероприятие. Это тренинг по Инстаграм. Также у нас в клубе есть встречи по интересам. Например, мы можем сходить вместе в ресторан, в спа, в музей. И «Афина» — это место, где поддержат, где подскажут и где мы вместе можем достичь гораздо больших результатов. Так что присоединяйтесь. На мероприятии говорили про стратегии и про то, что стоит знать каждому бизнесу, дабы не тратить время и деньги зря в Инстаграм. Вместе с приглашенными экспертами разобрали тему сториз и алгоритмов Инстаграм. Гости встречи получили рекомендации, о чем говорить, что снимать, где искать идеи для сюжетных линий и сторитейлинга, и как с помощью соцсетей привлекать клиентов. Во время кофе-паузы участницы познакомились поближе и обсудили актуальные вопросы по своему бизнесу и не только друг с другом. Инстаграм — это социальная сеть нашего сейчас поколения. Рекомендую всем завести аккаунт и бизнесам, и экспертам, и блогерам. Начинать вести сториз, начинать проявляться. Инстаграм — это крутая площадка для дополнительного и даже основного заработка. Кавафино я хожу уже года два. Я очень обожаю этот клуб, который помогает мне расти и дает мне неимоверные всегда эмоции. Это всегда такая атмосфера, поэтому любые мероприятия я всегда за. И сегодняшний тренинг по Инстаграм, он оказался тоже очень полезным. Для меня, например, сториз — это вообще какая-то боль. Я до сих пор не могу выйти в сториз и показать себя. И надеюсь, что после сегодняшнего тренинга я уже намечу какую-то стратегию и сделаю какие-то шаги. Сегодня мероприятие было абсолютно полезным, потому что те, кто в бизнесе, ну а я в бизнесе, мы рекламируемся не только на каких-то рекламщиков, где-то ввешиваем на сайтах свои баннеры, но и сами себя позиционируем в соцсетях. А в соцсетях Инстаграм сейчас очень ведущая площадка, где нужно рекламировать свой товар, свой продукт. Ну, в моем случае, мое заведение, и не одно. И у каждого моего заведения есть Инстаграм-аккаунты, и мы очень сильно это все продвигаем. Ну и надо этому учиться. Мероприятие в Афине — это всегда очень душевно, очень интересно и очень познавательно. И сегодняшнее мероприятие не было исключением. Я понимаю, что для эксперта вести свой блог в Инстаграм — это мега важно на сегодняшний день. С учетом того, что мой блог пока очень не развит, я вот думаю, что сегодняшнее мероприятие будет как бы таким существенным толчком для продвижения меня как эксперта в Инстаграм. А на этом у меня все. Подписывайтесь на сильные новости в социальных сетях, ставьте лайки. Присылайте нам свои истории, мы о них расскажем. Над выпуском работал Алексей Шкуров. До встречи на сильных новостях уже завтра. Субтитры делал DimaTorzok